Гуляние десантников, как, впрочем, любой другой праздник, транслируется в прямом эфире. Съемочная группа телеканала ПС всегда находится в центре самых значимых событий Архангельска. Телеканал ПС дает возможность увидеть важные и интересные события по телевизору. Прямые трансляции можно смотреть в кабельной сети АТК, а также на портале правдосевера.ру. За их работой в разгар праздника Дня ВДВ следил наш корреспондент Артур Ромих. Для одних праздник, а для других работа. Подготовка прямой трансляции начинается еще за несколько часов до празднования Дня ВДВ. Здесь, как в кино, главный на площадке – режиссер. Съемка праздника, тем более в прямом эфире, требует слаженных действий режиссера и операторов. Ни один красивый план не должен остаться за кадром. Сложность заключается в том, что это будут две площадки. То есть мы транслируем практически с двух разных сторон. Это сначала митинг и потом концерт. Операторам сегодня придется потрудиться, потому что они еще своими глазами, нашими глазами должны будут показать высадку парашютистов. Помимо картинки, вторая составляющая телевидения – это звук. Он не должен быть слишком громким или слишком тихим. Причем источников звука, как правило, несколько. Бывало такое, что на каком-то мероприятии звук пропадал? Да, бывало. Ну, редко это, но бывает. Технические накладки везде бывают. Прямой эфир – это как бы все, что угодно может быть. А что вы тогда делаете в этом случае? Мы кричим королу и быстро бегаем. Десантники и гости в сборе. Все готово к началу праздника. Это передвижная телевизионная станция телеканала ПС. Отсюда ведутся трансляции самых интересных событий нашего города. Сегодня это день ВДВ. Съемка ведется с трех камер. Отсюда режиссер отдает указания операторам. Передвижная телевизионная станция – это самый настоящий командный пункт. Пока мэр Архангельска Виктор Павленко готовится к своему выступлению, режиссер пытается выстроить максимально зрелищную картинку. Ты в эфире, поэтому тихонечко наезжай максимум до говорящего в микрофон, потому что Леша не может показать картинку. Володь, поехали. Тихонечко только. Ты в эфире, потому что. Здравствуйте, товарищи читайте. Вторая в эфире. Уже лучше. Первая в эфире. Трансляция ведется через сеть интернет. Кабель подключен к ближайшему дому. Телеканал планирует купить оборудование, с помощью которого можно будет вести эфиры через мобильный интернет. Также в планах покупка еще одной такой передвижной станции. Это у нас связь идет с операторами. Вот режиссер говорит команды. И обратная связь уже есть. Слушают, размещаются, чтобы осмотреть план, который надо. Это у нас энкодер. На чем? Обещаю через интернет по IP. В сетях АТК. Поэтому дофонный компьютер для записи. Митинг сменяется праздничным концертом. Но в объективы камер попадают не только выступающие, но и зрители. Именно они отражают настроение мероприятия. Опытный режиссер всегда знает, какой план показать, а что не должно попасть в прямой эфир. Что ты мне хочешь по-либо показать? Третья в эфире? Нет, не надо это показывать, не надо. Ни к чему. Люди отдыхают хорошо. Третья в эфире. Телеканал ПС дает возможность увидеть себя и своих друзей по телевизору. Прямые трансляции можно смотреть в кабельной сети АТК, а также на портале правдосевера.ру. Находясь на празднике или другом мероприятии Архангельска, помните, вас могут снимать открытой камерой. Артур Ромих, Сергей Земских, Новости 24, Архангельск. Артур Ромих, Новости 24, Архангельск.